Какие события на российском игровом рынке ты считаешь самыми важными за прошедший год? Ну, не за прошедший, наверное, за 2005 год. Это запуск EverQuest на русском языке. Колоссальная работа, которую проделала компания Akela. И, можно сказать, начало серьезного присутствия онлайн-игр в России. Второе событие, которое уже свершилось, это, наконец-то, открытие маркетинг-офиса Electronic Arts, российского офиса. И мне кажется, команда очень хорошая и достигнет очень многого в продвижении Electronic Arts'ских игр в нашей стране. Ожидаем в этом году или максимум в следующем, не знаю почему, но такие есть твердые чувства, запуск Xbox Live вместе с MSN. Или, грубо говоря, агрессивную работу Microsoft на потребительском рынке в нашей стране. Хорошо, спасибо. А как ты думаешь, в 2006 году какие события окажутся наиболее важными и интересными для российского игрового рынка? То есть, будет много онлайн-игровых сервисов, игр простых, дешевых и бесплатных, дорогих, платных и очень интересных. Наверное, мало останется интересных игр без того, чтобы играть друг с другом. То есть, короче говоря, онлайн. Вот главный движение. Мы поймем, то, какая система платежная будет, как русские геймеры хотят платить и сколько ежемесячно, сколько их. Ну, вот так вот. Я думаю, что в области медиа тоже будут большие перемены. Они будут связаны, прежде всего, с интернетом. Спасибо. Это был Дмитрий Агарунов, генеральный директор компании GameWand.